Ульяновский автомобильный завод – одно из крупнейших предприятий, которое активно включилось в программу «Старшее поколение». Сегодня, наряду с технологическим производством, тут обучают и переобучают сотрудников предпенсионного возраста. Например, этот компьютерный класс способен за месяц обучить до 10 человек новой профессии. Уже после такого экспресс-курса они станут полноценными операторами электронно-вычислительных машин. Как вы понимаете, что работник предпенсионного возраста, он обладает огромным опытом, которого не хватает молодым. Но у молодых, вместе с тем, можно сказать, более актуальные знания. Поэтому вот эта программа, она крайне важна для предпенсионного возраста, когда ты можешь добавить своему богатому опыту новых актуальных знаний. Получить актуальные знания, повысить разряд и квалификацию, и, соответственно, зарабатывать больше. Все это можно сделать прямо на производстве. В связи с последними реформами, такой возможностью сотрудники пользуются, там охотно. Потребность возникла, потому что пенсионный возраст повысили. И мы теперь являемся предпенсионерами. Нам от отдела обучения предложили вторую специальность. Я вообще работаю кладовщиком, так как мы тоже работаем с компьютером. А это более глубокие знания будут, как бы оно все-таки близкое к этой специальности. Пока одни только осваивают новые азы. Уже есть и те, кто прошел переобучение. Например, Елена Николаева работает на Ульяновском автомобильном 28 лет своей жизни. Из них 24 – маляром. Из-за проблем со здоровьем возникла необходимость в смене работы. Но как нельзя кстати пришлась новая программа. Буквально за неделю женщина освоила новую специальность. Переучиваться вроде как бы недолго, потому что у меня стажер был, он мне все показывал, как это все делается. Но в новой профессии всегда, мне кажется, что-то новое есть. Как говорилось, учиться никогда не поздно. Во всех местах перетурбация идет. Мне кажется, это даже очень хорошо. Как и у любой программы, здесь тоже есть свои условия. Например, стать участниками могут только работающие граждане предпенсионного возраста. А на время обучения все финансовые обязательства на себя берет работодатель. Уже после все затраты ему компенсируют из областного бюджета. Вообще вся программа рассчитана на 6 лет. А бюджет, поскольку у нас трехгодичный, то уже на первые три года у нас есть деньги заложенные. В федеральный бюджет, в региональный бюджет по этой программе. И можно сказать так, ежегодно у нас без трех человек 500 человек мы должны по этой программе обучить. То есть 500, 500, 500 без трех человек каждый год. Сама программа продлится до 2024 года. За 6 лет планируют обучить и переобучить около 3000 человек. В проект уже включилось 16 предприятий региона. Олег Тюрин и Герман Баранов. Вести. Ульяновск.